Добрый вечер! Вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. В рамках исполнения программы развития газоснабжения и газификации в направлениях Тибердинского ущелья и курорта Дамбай. На мероприятие побывал Артур Мхце. Карачаево-Черкесия впервые принимала участие в столь масштабном мероприятии, когда в режиме видеоконференц-связи сразу в 18 регионах страны состоялось подключение объектов к газовым сетям. Телемост между Санкт-Петербургом, где проходит Международный газовый форум, и целым рядом краев областей республик, позволил оценить значимость действа. Статистику привела руководитель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Программа оказалась очень востребована. Она охватила практически всю Россию. На сегодня газовые сети подведены границам 750 тысяч участков. Почти 400 тысяч домовладений уже полностью подключены к газу. При этом глава государства поставил новую задачу, чтобы к газу были подключены не только жилые дома, но также все объекты социальной инфраструктуры. Реализация социально ориентированной программы идет полным ходом. В единый день торжественного запуска в Карачаево-Черкесии к газовым сетям подключена котельная Тибердинского национального парка. То, что сегодня Карачаево-Черкесия вошла в эти 18 регионов, где производится пуск природного газа, это для Карачаево-Черкесии очень важное событие. И особенно оно, конечно, важно для тех людей, которые будут сегодня и завтра пользоваться природным газом. Хотелось бы поблагодарить сотрудников «Газпрома» за такую проделанную работу. Это у нас уже третья котельная на территории города Тиберды. Две больших мы пустили в прошлом году. И благодаря этой работе качество жизни наших жителей значительно улучшится, улучшится экология. Все необходимые работы на котельной уже проведены. Запущенный газопровод позволяет использовать экологически чистый ресурс там, где сохранение природы в первозданном виде особенно необходимо. Ведь парк, как и газ, это национальное достояние. Выполненные работы позволили обеспечить отоплением и горячим водоснабжением несколько административно-бытовых объектов, визит в центр с музеем, а также малоэтажную жилую застройку. Благодаря вводу в эксплуатацию участка межпоселкового газопровода Тиберда-Домбай стало возможным подключение трех котельных города Тиберда. Тем самым переход коммунально-бытового комплекса города-курота Тиберда на экологичное, более удобное, экономичное топливо завершен. Все объекты работают на газе. Помимо этого в городе стартует программа дегазификации, идет строительство распределительных сетей. Проект разбит на несколько этапов. В этом году реализуется первый, предусматривающий строительство 5 километров по четырем улицам. Разумеется, это лишь малая часть планов по дегазификации, которые будут реализованы в ближайшей перспективе. В целом же предполагается, что в регионе программа завершится лишь после того, как голубое топливо поступит во все строения, будь то жилые дома или объекты социального назначения. Артур Мухцель, Бастанов, Вести, Карачао-Черкесия, Тиберда. В Хабецком районе открыли мемориальную доску Назиру Хизировичу Хапсирокову. Торжественное мероприятие застоялось на территории детского сада «Нарт» в поселке Бавука. В честь дня рождения Назира Хапсирокова его именем назвали дошкольное учреждение. Подробнее расскажет Дарья Тендит. Самое большое утешение в жизни человека – это добрые дела. Большие и малые. Таким была жизненная креда Назира Хапсирокова. Авторитет и знаток Кавказа. Он посвятил целую жизнь развитию социальной сферы и поддержке молодежи. Со словами приветствия и поздравления со знаменательным событием к жителям поселка Бавука обратился глава администрации Хабецкого района Тимур Жужуев. У нас был по-настоящему легендой. Человеком, который мог одарить теплом сотни людей. И сегодня вот это мероприятие важно, потому что он смог создать условия для сотен детей, одарить их теплом, создать для них условия достойного пребывания. Спасибо вам огромное за то, что вы чтите тех людей, кто действительно этого достоин. Детский сад Нарт был открыт в 1971 году. Благодаря Назиру Хизировичу в 2007 здание приобрело красивый и уютный вид. Он помогал школам, больницам, детсадам и спортивным школам, считая, что это лучшая инвестиция в будущее страны. Его имя присвоено 9-й гимназии Черкеска, Дворцу культуры в Хабезе и детскому саду в Бавука. Право открыть памятную мемориальную доску предоставили главе администрации Хабезского района Тимуру Жужуеву, Умару Хабсирокову и юной воспитаннице Тэмии Бимурзовой. Мы коллектив детского сада Нарт поселка Бавука обещаем, что с большой гордостью мы будем носить имя легендарного человека Хабсирокова Назира Хизировича. В родном Хабезском районе, Карачаева-Черкесии и в соседних республиках Назира Хизировича высоко ценили за жизненную позицию, профессионализм, да и просто за добрые дела для блага общества. Его сын Умар Хабсироков рассказал, что для него отец – эталон мужества и справедливости. Назир Хизирович был хорошим отцом, товарищем, другом и примером для подражания. Мы всячески стараемся соответствовать ему, быть достойными, порядочными людьми, не забывать свои корни, помогать своему народу. Он действительно всю свою жизнь старался всячески помогать людям. Его дела, так скажем, живут, процветают. Много слов было сказано в этот день о Назире Хизировиче Хабсирокове. Он жил во имя жизни, во имя высоких целей и смог оставить на этой земле особую память, которая будет жить в сердцах будущих поколений. Торжественная церемония завершилась возложением цветов. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Хабезский район. Мы сегодня все сопереживаем народу Палестины, но нельзя, чтобы эмоции взяли верх над разумом. Ректор Кочегова имени Умара Алиева Таусултан Узенов призвал жителей, особенно молодежь, не поддаваться на провокации на фоне обострения Палестино-израильского конфликта. Большая трагедия, которая произошла сегодня в Палестине, на Ближнем Востоке, не может оставить равнодушным никого из нас. Но мы не должны позволить себе взять эмоции над нашим разумом. Нельзя, чтобы какая бы она ни была, жестокость, несправедливость вызвала другую несправедливость. Для нас, для народов Карачаева-Черкесии, особенно для депортированных народов, это очень близко и понятно. Вот буквально на днях общественность народа Карачаева-Черкесии будет вспоминать жертв депортации карачаевского народа, которое произошло 80 лет тому назад. И та несправедливость, которая была тогда в отношении нашего народа, она до сих пор остается в наших сердцах, как великая несправедливость, большая несправедливость, потому что это было совершено именно по признаку этнического, национальному признаку. И нельзя допустить, что какие бы ужасные трагедии, какие бы ужасные преступления не совершались по вине отдельных государств или политических деятелей, или политики отдельных государств, нельзя это все распространять на представителей этнических групп, национальных сообществ. Для нашего народа и народов Карачаева-Черкесии очень важны другие примеры, на которых мы воспитываем нашу молодежь, студентов нашего, в том числе, Карачаево-Черкесского государственного интернационального университета. Все мы помним и гордимся подвигами народов Карачаева-Черкесии в годы Великой Отечественной войны. Все мы помним яркие примеры мужества, самоотверженности жителей верхнего аула Верхняя Тиберда, жителей аула Беслиней, которые, рискуя своими жизнями, укрывали еврейских женщин, усыновляли, удочеряли их детей для того, чтобы спасти их. Уважение представителям любых народов, любых конфессий – это наша ценность, это наши традиции, и мы не должны забывать об этом. Безусловно, единство народов нашей страны, единство народов Северного Кавказа и Карачаева-Черкесии – это наша сила, это наше достояние, и мы должны... Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, ветер южный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-12, в горах до плюс 7, а днём 17-22 градусов тепла и местами до плюс 15. В центральных и южных районах местами высокая пожароопасность. В Черкесии слабый дождь, ветер южный – 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-12, а днём 19-21 градусов тепла. Белая книга преступлений украинского режима «Тайны следствия». Новую книгу Следственного комитета под редакцией Бастрыкина презентовали в Государственной национальной библиотеке имени Халимат Байрамуковы. Подробности у Али Баташева. В новой книге уникальные материалы, основанные на результатах работы российских следователей, расследовавших преступления украинских националистических бандформирований. Они подтверждены документами, фотографиями, видеозаписями и свидетельствами очевидцев, что делает издание важным историческим свидетельством. В книге приведены причины и условия, предшествующие объявлению специальной военной операции. Развернуты и доступны указанные цели и её задачи. Здесь проведён подробный анализ деструктивно-агрессивной роли США и НАТО. Имеются фото доказательства участия на стороне Украины международных террористов и наёмников. Солдат удачи буквально со всего света, начиная от Новой Зеландии и заканчивая Европой. В книге рассказывается и о современных героях Украины. Степане Бандере, дивизии Галичина и других. Приведённые в книге свидетельства и фотографии порой тяжело эмоционально воспринимать. Обычному человеку сложно осознавать реалии бедствий от ежедневных бомбёжек и обстрелов мирных жителей. Юноармеец Герман Соловьёв собирается прочесть белую книгу преступлений украинского режима и сделать свои выводы. Сколько уже человек погибло. Знаю очень многое количество человек, которые были там. Даже знакомые моих родителей, получается, ранило снарядом в ногу. На земле Донбасса и прилегающих к нему районов, как вы знаете, бандеровские нефашисты творили беспредел с русскоязычным населением. Это массовые расстрелы, убийства детей, издевательства над женщинами-стариками, использование заложников, торговля человеческими органами, других преступлений, за которые придётся им держать ответ в скором времени перед следствием и российским правосудием. Участники мероприятия ознакомились с материалами выставки «Победили тогда, победим и сейчас», а также документальным фильмом «Канал Россия-24» про работу следственных управлений Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Отдельные работники библиотеки получили грамоты от следственного управления республики. Али Баташев Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Несмотря на столбик термометра в эти тёплые деньки, пора задуматься о верхней одежде и о том, как красиво утеплиться. А в этом вам поможет меховая выставка «Снежка». Сегодня она распахнула свои двери в Черкесске, в Центр развития предпринимательства. Выставка продажа меховых изделий со скидками до 40% продлится до 5 ноября включительно. Альбина Курочинова-Кенжева подробнее. Меховая выставка от компании «Снежка» с 1 по 5 ноября включительно объявила о самой большой продаже шуб до 40%. Ассортимент огромный и обновлённый. Администратор выставки Елена Носкова поможет подобрать нужный вариант. Мы рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Самое главное, что я хочу сказать, мы объявляем скидку до 40%. Мы привезли огромный обновлённый ассортимент, как в классических моделях, так и в ультрасовременных, в размерах с 38 по 68 размер. Также имеется большой выбор меховых жилетов. На нашей выставке вы можете приобрести любое изделие в рассрочку до 3 лет, без первого взноса, без переплаты и никаких дополнительных страховок. При этом вы получаете гарантированно меховой жилет в подарок. 20 минут вашего времени и шубка ваша. Вы можете оформить в рассрочку любую понравившуюся модель и получить меховой жилет в подарок. Вот такая шубка укороченная, рукав-трансформер 58 размера, стоимость её 85 тысяч. Если вы оформляете в рассрочку на 3 года, она у вас выйдет 2,360 в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки вас приятно удивят. У нас идут скидки очень хорошие, например, на этой шубе. Стоимость её 140 тысяч, сейчас со скидкой 84 тысячи. В шубке идёт трансформер, подол отстёгивается, рукавчик отстёгивается, цвет графит. Все изделия имеют электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно пошита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Выставка пройдёт по 5 ноября включительно в Центре развития предпринимательства улица Горького 8. С 9 утра до 8 вечера. Вас ждут скидки, отличный выбор, качество и идеальные условия рассрочки. Альбина Курочинова-Кенжева, Мухаммед Ошибоков, Ренат Муков. Вести Карачаева, Черкесия. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Зеркало лжи». Всего хорошего и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова